здравствуйте дорогие мои друзья прекрасное осеннее утро знаете посмотришь птички здесь поют если тихо сидеть то столько этих голосов вон они там летают вам не видно здесь много хороших лесных птиц хорошее место значит хорошее место и живым существам здесь приятно находиться в отличие знаете от некоторых мертвых мертвых и пахнущих смертью мест а их так много становится знаете живое стремится к живому мертвые стремится к мертвому о чем я друзья мои знаете так часто я вам говорю об этих паразитах охотниках за вашей удачей за вашим счастьем за вашим здоровьем знаете прямо больно больно вот старыми дядюшки мистику больно смотреть на всех этих умников на эти постные морды на этих учителей духовности которые знаете все такие слова гладкие говорят прямо как подписанному пишу знаешь как это помните тебе бы начальник до книжки писать так вот эти начальники все все и пишут и ездят нам по ушам поэтому не только вот эти паразиты у власти друзья мои столько вот этих в духовном мире кажется чего чего проще дорога то прямая чувствуешь свою душу иди вперед на самом деле ничего сложного нету вся вот эта премудрая наука это первое это добиться гармонии внутри себя прекратить внутри себя войну знаете легко конечно сказать вы скажете но сложно сделать как прекратить войну да многие скажут да я и не воюю я все воспринимаю нормально какая такая война о чем-то тут свестишь у меня мир нет друзья существа люди у которых мир действительно гармония между разумом и душой они начинают обладать вот этими великолепными способностями атаку их все мечтают их намерения выполняются они могут творить настоящие чудеса могут перемещаться между мирами могут питаться вот этой чистой энергии без вот этого этой материальности могут исцелять себя и других могут все на самом деле потому что их намерение становится намерением бесконечности то есть намерением вселенной но кажется да вот путь такой настолько на этом пути морока и вот кажется да вот иди иди просто достигай гармонии иди развивайся но тут же образуются знатоки которые скажут тебе нет это не так мы скажем тебе мы потому что мы знаем голос бога голос отца голос матери как кого угодно да слушай нас и а душу свою не слушай да потому что она у тебя греховные тело твое греховно и ты вообще дурак дураком а мы мудрецы мы тебе расскажем как надо дышать как надо говорить какие молитвы слова как обращаться но слушай через нас потому что через нас говорит вселенная твой слух он не нужен и закроют вашу душу ваш разум обязательно закроют морком подсоединят к вашим центром трубочки как знаете вот прямо показывают в лабораториях да под прямо везде трубочки вот когда в медицинском но в реанимации к примеру человек лежит у него там трубка там трубка здесь и капельница стоит и и во рту вот это вот для искусственного дыхания вот на самом деле мы из себя представляем вот именно это да вот некое тело опутано этими трубками разными трубками знаете они и бывают от наших родственников от коллег по работе от этого паразитарного государства и в том числе от этих умников учителей учителей целителей знаете в своей жизни я вам скажу честно я встречал ну прямо по пальцам пересчитать настоящих настоящих целителей с чистой душой а все остальное вот смотришь обертка красивая внутри отвратительная дрянь часто даже да там типа люди которые говорят с духами а посмотришь они не говорят с духами они одержимы они одержимы знаете и инопланетными существами знаете отвратительными насекомыми вот буквально знаете я каждый день же каждый день я встречаюсь с этим это волна мерзости друзья мои ну вот как ее переработать вот я сижу сижу сейчас здесь и и дышу и слушаю птиц и земля на которой я стою исцеляет меня вот эти деревья которые стоят это тоже мои друзья потому что я могу прикоснуться к ним не потому что я буду питаться их энергией они могут брать мое человеческое я могу брать и их я подсоединяюсь к ним опускаюсь к их корням поднимаюсь как кроном это друзья мои я не не более несмотря на человеческую форму не значит что я более важен чем это дерево или чем вот это вот трава или чем вот эти вот странные странные кусачие псы которые кружатся вокруг меня вот это понимание легко сказать тоже да но все равно вот это гордыня играет нас да я человек я там знаю что-то диплом имею не знаю там должность машину детей внуков все вот этот туман на самом деле туман и морок а вот эти учителя на духовном пути знаете вот какие-то моменты вот приходят люди и говорят я вот ходил к тому я ходил к этому и смотришь до подключение удача здоровье все остальное тима ну-ка давай обратно бегун куда пошел то что-то доложить хочешь папке что там что там происходит еще хорошее поле сейчас мы пойдем купаться не волнуйся купание обязательно в нашей программе купание обязательно так что не надо грязи валяться дай поговорить да друзья мои извините за отвлечение видите вынужден воспитывать тоже ограничивать псов вот скажите почему герда на поводке потому что не может сдержать свои эмоции увидит сейчас там почует лесу вот там вот где-то они у них есть логово и побежит побежит и будет копать и на свою на пушистую попу и свой хвост баранкой найдет кучу неприятностей поэтому на видите приходится приходится в чем-то ограничивать их ладно друзья мои об учителях об этих учителях оцелительных прямо знаете хочется так сказать чтоб им дина не покрышки каждый день я встречаюсь и вроде потом смотришь этих людей вроде да лица такие говорят о чем-то хорошим но дрянь дрянь знаете но нет нет не буду об этом говорить не буду не буду слушайте друзья мои своей души вот эти поучения умные слова которые вы можете услышать часто это люди одержимые на самом деле одержимые если бы увидели как бы лица либо морды вот этих существ которые стоят за этими людьми то естественно вы бы ужаснулись но часто действительно вот это отвратительное мерзкое зло сатанинское прикрывается яркой красивой оберткой вы многие люди чувствительны и вас не проведешь но все равно равно вот этот морок накрывает нас поэтому не торопитесь никогда с выводами с осуждениями не не бросайтесь не не ставьте там на кого-то сразу клеймо что это присматривайтесь чувствуете своей душой вырабатываете вот это тонкое ощущение посмотрели даже в чем-то я вам говорю принюхайтесь вот смотрите на человека и попробуйте внимание свое сконцентрировать на кончике носа и выразите намерение я хочу почувствовать запах запах ну астральный запах как угодно запах души запах сути этого человека и почувствуйте знаете может быть не сразу но это интересный опыт вдыхаете и чувствуете и сразу вот бывает за ароматом знаете духов каких-нибудь цветов кроется аромат разложение смерти запах тухлецы да вот абсолютно точно этот навык можно наработать даже если ваши глаза не видят ваш нос почувствует даже если вы ну как бы можете ладонью попробовать провести над изображением даже вот на экране этого человеке почувствовать что от этого ох веселиться что от этого тепло благость или мертвенная такая дрянь до часто зомби маскируются под под обычных людей живые мертвецы ну что-то я друзья мои раз философствовался просто на эти так же сижу здесь очищаюсь вот через через землю через деревья и в том числе и рассказываю вам свои чувства последнее время вот последние несколько недель нахлынуло нахлынуло люди понимаете дети родственники вот волна горя и люди жизнь свою кладут вот потому что кто-то почему-то что-то что-то сделал такое что-то наколдовал обратился какой-нибудь бабули которая нашептала и ребенок там в найти в 3 в 5 7 лет на него вот это ставится это подключка потом это бабуля помирает а это эти духи остаются и они всю жизнь из ребенка сосут эти соки и уже женщина в но возраст не понимает отчего у нее всю жизнь то вроде было хорошо да вот по вся жизнь пошла на смарку ничего не клеится на эти вот вплоть до того что да там близкие вокруг мрут там ни с кем не может познакомиться карьеру хотя все там может быть там три высших образования получить нет не получается все от нее шарахаться потому что пахнет вот этой мертвичина от нее потому что сосут из нее силы вот эти вот мерзкие твари с клыками вот эти какие-то насекомые серептилоиды это вот дренота который настолько много много здесь что хочется кричать люди с учитесь смотрите смотрите развивайте не доверяйте вы никому кроме своей души не слушайте умников том числе и меня то не слушайте не слушайте старого дурака но вот посмотрите я вам часто показываю этих людей посмотрите на них и играет вот красота друзья мои красота видите в этом мире не только эти гады есть но и большой бегун ладно друзья мои в общем то разговор конечно такой сумбурный простите меня за это за эти так сказать словесные излияния тоже элемент такой очистки сижу сижу и вот это все заметьте знаете вот люди целители которым приходят они им лень заниматься аскезами заниматься практиками и вот эту дрянь часто они с одного снимут на другого поставят и вот начинаются эти вот шахматы так сказать а потом этот груз набирается и и утягивает этих умников в бездну все друзья мои пока